всем привет села обедать я вылила масло из банки там 180 грамм на деле продукты 92 грамма вот я вылила все это из банки промыла от масла положила на салфетку и только потом на тарелку чтобы никакого масла не было ну и лапша помидоры огурцы сегодня уже 6 мая 1241 я сейчас буду завтракать я когда встала сразу попила воды и стала пылесосить я вчера собиралась готовить убираться но потратила много времени на всякие покупки которые тоже были необходимы поэтому сегодня по плану прежде всего приготовить еду это собаки бульон себе сварить на несколько дней гречки потом сделать борщ и приготовить манник вот потом уже начну убираться ну и если не хватит время то закончу завтра так что вот такие планы но сейчас буду готовить завтрак смотреть какой-нибудь видосик ну в общем что то такое я сейчас буду готовить но я все-таки люблю готовить на чистой плите поэтому все-таки потрачу время но здесь у меня нет никаких именно сильных загрязнений просто выкипела каши так что это все легко но в общем меня бесит это решетка поэтому сейчас возьму вот этот антижир из фикс прайс потому что ну как бы и помою все быстро хотя бы чуть-чуть сейчас я это вот смажу и пусть так полежит плиту помыла именно так как говорится на черновое потому что когда я приготовлю еду я вот это все буду снимать и тоже мыть вот сейчас я просто все это так помыла немножко эти решетки все-таки насколько удобно когда вот у людей бывает 4 отдельной решетки это но я не знаю эту плиту мама выбирала поэтому нас и на той индезид которая была такие были решетки и на этой в общем то тоже вот такие я не знаю как может быть других вариантов не было или же вот мама ну вряд ли мама принципиально такие хотела вот но я честно говоря не присматривался я не знаю есть у нас да как бы вот отдельную но наверное есть сейчас буду варить бульон собаки я протерла все поверхности сейчас уже начну готовить собаки суп поставила для тех кто впервые на моем канале поясню что где-то примерно раз в несколько месяцев кухонные тряпочки которые сильно загрязнились я кипячу для кипячения я использую таблетку для посудомоечной машины у меня самые дешевые из пятерочки вот ну а в качестве порошка добавляю или жидкое хозяйственное мыло или же там вот например сейчас у меня обмылки просто такое обычное мыло не хозяйственная я как правило когда обмылки остаются если есть аромат я кладу в белье а потом когда аромат улетучивается вот можно например вот так вот я сейчас один кусочек просто быстренько сюда порезала ну соответственно часа полтора и можно будет стирать я просто считаю лишним знаете как бы гонять машину на 95 там градусах ради кухонных тряпок которые все равно загрязняться мне кажется это нерационально хотя у меня например стиральная машинка она мега экономичная она в прямом смысле слова там тратит электроэнергию копеечную там и так далее там она я просто считаю что это длинная программа мне вообще этим лень заморачиваться а здесь очень просто вот я пока готовлю все здесь прокипятиться и все и тряпки будут чистые хорошие потом я даже их скорее всего ну не знаю посмотрим как они отстираются либо по постираю на короткой программе или же там чем-то еще до или просто прополоскаю посмотрим потому что по сути дела кипячения самый лучший способ избавления от пятен жаль не все вещи можно прокипятить потому что мне например проще прокипятить чем чем-то там намыливаете так далее для меня это просто наказание вот но просто не все кипятить можно и не все даже стиралки на 95 градусов постираешь так что вот ну и тряпочки как раз я уже давненько их так не стирала вот пришло время села перекусить потому что пока тут навела порядок я еще протирала стекла зеркала в общем у меня кофе обезжиренный творог и обезжиренная сгущенка ну и я там параллельно смотрю а влоги вообще у меня ноутбук стоит на в комнате для этого специальное место но сейчас взяла на кухню то что здесь смотрела видосики и сейчас я буду подписывать видео потому что готовку уборка это надолго и поэтому мне надо подписать на виде видео на вечер так что вот этим занимаюсь сегодня вы хобби влог ну а то что я сегодня лайфлог снимаю выйдет завтра я достала коробку с овощами сейчас возьму свеклы моркови картошки потом капусту капусты мне хватит на борщ на четыре раза потому что в борщ нужно ее немного я ее всю сейчас измельчу и разделю ну как бы одну часть возьму и еще в три пакета положу и заморожу капусту можно замораживать и так делаю не только я я делаю уже не первый раз я кстати очень пожалела что одно время я постоянно ее замораживала даже когда у меня была только одна морозилка ну с четырьмя ящиками я еще тогда вторую не купила вот и жаль что их не успела до повышения цен заморозить ну ладно ничего страшного единственное что опять же как не только я говорю что когда вы ее замораживаете она может потом при приготовлении допустим не хрустеть если вы как бы любите чтобы она там хрустела она будет чуть более мягкая но тем не менее там вкус все прочее не меняется поэтому я сейчас так и сделаю и мне хватит и и на какое-то время то что я как раз я покупала по 60 что в тот раз когда мне привезли бесплатно из утконоса я а сварила борщ и сделала пироги с капустой сейчас мне они не нужны то что они у меня заморожены мне хватит их надолго поэтому вот поступлю с капустой таким образом потом я ее покупала по 60 чем-то рублей и видите маленький качан то что нужно если увижу подешевле тоже что-то подходит буду убрать замораживать ну а как сейчас вот вот только так сейчас я буду чистить овощи на борщ свекла морковь картошка ну соответственно потом надо будет все взвесить обязательно записать чтобы была известна прям четко калорийность супа на каждые сто грамм чищу я и киевской ты ты самый ножом очень удобно давно он у меня очень классный до этого не помню какой марки был может быть тоже языки так и параллельно смотрю видосики но ноут я поставила там же где у меня и телевизор стоит чуть ниже в общем смотрю влоги сковородку где я буду тушить я налила лимонный сок чтобы свекла не потеряла яркости сейчас долью воды туда же положила всякие специи но никакой соли ничего такого лишнего и естественно без масла это будет просто в общем тушение в воде можно варкой назвать как угодно вот все это перемешиваю хорошо так это помидоры там остались я не не всю порцию взяла сейчас натру овощи вот в своей любимой терке декок и уже их положу в сковородку когда специи с водой смешались просто получается все более равномерно а а терка очень хорошая у меня правда уже пластиковая вот эта штуковина трескается пиала но если что придется новую покупать потому что терка очень крутая все быстро можно натереть вот здесь вот остаются маленькие кусочки но они также остаются и при когда вы трете на обычной терке они у вас руках остаются поэтому из просто это мелко нарежу и никаких проблем перемешиваю руками потому что мне так удобнее так все более тщательно получается так ну и вот эту всю мелочь и нарежу и можно будет все это тушить под крышкой сейчас картошка и капуста будут вариться вместе так что нарежу потом толкушкой измельчу и про лук забыла сейчас его также надо почистить взвесить записать так и кастрюльку надо взвесить потому что потом взвешивать придется итоговый вес в кастрюле и и все обратно кладу тут помешать лук я уже достала большой измельчитель значит лук сперва лук положу в сковородку для тушения раньше когда я готовила именно большую порцию борща я тушил овощи в мультиварке но вот не в этой панасоник а вторая у меня есть большая и она в шкафу стоит endeavor но сейчас я решила маленькие порции делать так немножко насвинячила это у меня пылесос такое вертикальное я его в качестве самостоятельного пылесоса не рекомендую но в качестве электро веника идеально это у меня четыре пылесоса единственный дешевый это вот этот но у него есть косяки но на кухне прибраться отлично так но и остальная капуста идет в заморозку я поделю на три части и и вот еще на три борща хватит просто идеально ну все по-разному режет мне без разницы как поэтому вот такой мелкий вариант шинковки у меня кстати есть еще шинковка как фея называется или как-то так но честно она мне не очень понравилось у меня много всяких кухонных гаджетов я их очень люблю здесь у меня лежит фарш который я как-то готовила со всякими специями и вот я небольшими такими кусочками сделала вот и заморозила сейчас уберу в морозилка я просто отдельно все замораживала вот и сейчас все это вот так положу потому что я мясо ем крайне редко и поэтому мне как бы одного-двух кусочков вполне достаточно бывает иногда отварить с гречкой села попить чай ромашковый с вот таким пряником который я сама делала лимонный у него конечно потрясающий аромат овощи потушились и сварилась картошка и капуста я картошку измельчила как всегда толкушкой сейчас все это соединил добавлю чеснок немножко перчика вот и будет ну минут 15 поварится и все все соединила так что вот получился такой замечательный борщ без мяса но если иногда хочется когда я могу сделать с мясом потому что у меня в морозилке всегда лежит мясо любое там и свинина и курица в разных вариантах и индейка есть так что вот принялась за уборку ну и начинаю с самых таких чистых помещений это гостевая и балетный зал тут просто нужно быстренько пропылесосить влажную уборку сделать все-таки это очень удобно а дальше пойду в другие комнаты коридор туалет ванна кухня там более тщательно надо поубираться так и здесь здесь просто чисто освежить как раз завтра будет занятие тут так что это быстро но акустика здесь конечно очень такая как всегда супер губкой от фаберлик я почистила ковер вот когда в чистый четверг я там убиралась я еще пара очистителем проходилась перед моющим пылесосом вот но я так делаю редко потому что ну в принципе это чисто чтобы получше все загрязнения отошли и у нас он пачкается в основном только в шерсти то есть каких-то там пятен на нем именно вот что-то такого не нету поэтому не вижу смысла каждый раз пара очистителем вот так что сейчас я прошлась собрала шерсть супер губкой от фаберлик вот сейчас побрызгаю немножко средством для not help по-моему у меня для ковров я его в воде развела вот так побрызгаю это можно сделать опять же моющим пылесосом но я у меня одно средство для пола одно для ковра поэтому пусть там уже для пола будет она не закончилась вот а здесь вот вот это я побрызгаю и потом пройдусь пылесосом так что ему просто смысла нет я как бы иногда люблю конечно пара очистителем все это сделать но в нем нет необходимости регулярной вот вот здесь вот вот какие обои не наклеиваю всегда такая ерунда творится но я честно сказать впервые в жизни так похабно наклеила обои вот эти вот и еще в балетном зале ну я не люблю просто такие но мне понравился цвет ладно это потом когда-нибудь разберемся это все в принципе не критично ну а сейчас я достала насадку для помывки собаки и прочего не стандарта ванны и туалет я уже помыла маленькой насадкой теперь взяла губку помыла здесь стены и буду тоже мыть моющим пылесосом на днях планирую помыть ну весь гарнитур вот это отправляется в пустышки зажарка вот такая то есть я ничего не зажариваю это я просто использую как специю чеснок и то и другое устраивает ну и лимонный сок это удобно ну правда здесь глутамат натрия есть ну как бы я понемногу использую да и честно без разницы все равно уже как-то купила значит надо использовать поставила собаки кашу готовится и сейчас тесто на манник поставила должно 15 минут постоять и буду выпекать сейчас включу духовку кстати очень хорошая ряженка вот это вот ашан с птичкой 32 которая но она была на акциях я взяла просто нужно было вообще ряженки 200 миллилитров здесь было только 100 с чем-то поэтому ну пришлось добавить воды я думаю ничего страшного вот такая ушастого миска типа ведро я ему уже положила бульончика он шикарно просто пахнет и соответственно крупа там гречка ячка рис и пшено и сейчас индейку положу манник готов если честно я думала что он не получится ну хотя на самом деле я просто думал что он даже не пропечется но я сделала все четко по рецепту ну вот как бы все вроде пропеклось по крайней мере как было сказано до сухой зубочистки но надо сказать что не 15-20 минут я пекла минут 30-35 и нужно было подождать перед выпечкой как написано минут 15 честно говоря этого тоже маловато минут 25 тесто должно постоять и только после уже так что в принципе делается само по себе тесто ну замесить это легко быстро но потом надо 25 минут хотя бы его выдержать и примерно столько же на 180 градусов выпекать это точно не меньше ну как то так он выглядит не знаю этот кусочек я для собаки отрезала себе сейчас сделаю чай потом уже попробую вам расскажу пирог вкусный но довольно калорийный здесь 200 грамм сахара я положила только 150 в следующий раз когда я буду печь я положу только наверное 100 грамм я считаю вполне достаточно пирог не притренно сладкий но он сладкий я короче порезала на небольшие кусочки этого вполне хватит тем более вот такой кусочек все равно калорий на 100 потянет вот это я ученицы ученицу угощу воскресенье вот эти тряпочки уже даже успели высохнуть они отлично отстирались да конечно рисунок немножко стал более бледный после кипячения но зато они отстирались так ну и сейчас покажу вот ну вот здесь белье тоже повесила и вот тряпки тоже все полотенца отстирались сейчас я вот посмотрю да использую этот крем забыла в пустышки его положить и у меня вот уже новый крем и еще есть в запасе ну и конечно вот этот у меня сейчас немножко осталось надо будет дождаться каких-то акций заказать потому что я уже года два три пользу это наверное года три если не больше пользуюсь вот этим тонером и он просто идеален он и выравнивает то он вообще все идеально просто с ним у меня просто всегда была проблема вот тут вот под глазами пигментация и вот здесь вот пигментации вот причем круглогодично она присутствует и когда я стала пользоваться вот вот этим тонером то у меня пигментация исчезла а тут вот я как-то у меня в запасе остался вот этот бутылек и я как-то еще и плюс для интереса стала мало им пользоваться и вот эффект который копился годами он честно месяц сохранился это я считаю очень хорошо вот и потом снова смотрю вот здесь вот пигментация опять так что сейчас пока буду вот пользовать только под глаза а параллельно буду искать акции ну как бы он и так недорого стоит но хотелось бы по акции купить но если не будет куплю и без акции потому что вот это средство но я им никак без него потому что вот с этими вот желтыми штуковинами под глазами ходить конечно не очень хотя я только сама их вижу и то только если очень сильно к зеркалу зеркало вот так поднести но все-таки но вообще это средство не под глаза тут даже хотя здесь по-моему даже и не сказано что надо избегать области вокруг глаз то есть можно пользоваться ну я в общем так и пользовалась вот и сейчас вот нанесла это средство потом ну как чисто в формате тонера потом в формате сыворотки женьшеневый крем нанесла а потом взяла мухомор против вот этот крем от морщин против возрастных изменений все такое короче вот а вот этот крем мухомор против надо все-таки его хотя бы на что-то не знаю на ноги использовать он больше ни на что не годится очень сильно скатывается вот может быть сейчас на ночи нанесу у меня кстати есть вот такой вот странный крем от веснушек пигментации солнцезащитный собственно он отбеливающий потому и странный я не очень понимаю как одно связано с другим ну вот поэтому на солнце я бы не пошла с ним но например после на ночь нанести это даже неплохо поэтому я хочу еще им попользоваться но не сегодня конечно вот например завтра утром встану я на улицу не собираюсь идти по крайней мере в первой половине дня и нанесу этот крем даже наверное будет очень неплохо так ну а сейчас вот крем для ног использую ладно я это видео буду завершать если оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал заходите в инстаграм три семерки рыжие три восьмерки благодарю вас за просмотр до скорой встречи пока пока пока